друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал big big family мои хорошие будем с вами обсуждать последние сводки с полей не забывайте подписываться на канал ставить лайки ну и конечно же писать хорошие добрые веселые интересные комментарии ну что сегодняшний ролик под названием маши пригодится обновки для кати я бы сказала прямо практически образцово показательное семейство лена почитала все комментарии посмотрела наши с вами обзоры друзья мои и показала картинку прекрасной замечательной семьи и забегая немножечко вперед хочу сказать что лена сегодня сидела сияла друзья мои просто как на очищенный самовар я вот думаю что же такое случилось приключилась чего это лена такая прямо счастливая ну ладно об этом мы с вами поговорим немножечко позднее ролик начался с того что катюшка поедала свои огурцы которые ей купили накануне друзья мои в магазине ну а лена решила показать что она вот все таки хорошая мать и зря мы с вами на нее наговаривали и она таки машу из дома с пустыми руками не отпустит в орландо нет маша уедет на учебу уедет будет жить в общежитии но лена готова оторвать от сердца практически все самое ценное лена там собирает ей какие-то необходимые вещи показывает все на свете показывает нам с вами мультиварку и говорит вы знаете вот и мультиварку то я хотела говорит о маши отдать говорит но она ну вот эту вот эту вещь вот эту вещь вот эту вещь сказала лена несколько раз потом правда видимо вспомнила как называется вот эта вещь кстати вот эта вещь лена мультиварка она во многих семьях очень я бы сказала незаменимая вот кто любит в ней готовить готовят в ней и очень даже удобно да то есть приготовить какие-нибудь каши приготовить какой-нибудь плов любое там мяско курочку рыбку приготовить да собственно все что угодно и первые блюда и вторые там можно готовить все все на любой вкус как говорится можно приготовить правда лена сказала что она попыталась маши дать вот эту вот мультиварку но говорит она для нее слишком большая слишком большая да говорит и для нашей семьи она тоже была большая ребят я в шоке но опять же мы с помним прекрасно какими мини порциями лена всегда готовила готовила она для себя для вовы и для детей имеется ввиду для лаврика и для катюшки но вообще мне странно что мультиварка для нее в хозяйстве не нужная вещь вот кстати очень было бы удобно выставил там на определенное время готовится себе блюдо ты занимаешься при всем при этом какими-то другими делами можешь спокойно в это время пойти погулять с собаками придешь да все поставила на определенное время все у тебя приготовиться все отключится самостоятельно и все блюдо уже готово но это не ленин случай лена видимо готовить там не привыкла ну а про машу сказала что слишком большая она для нее но на самом деле не вовсе не обязательно использовать целиком и полностью всю чашу мультиварки можно приготовить столько сколько тебе необходимо но а глядя глядя друзья мои показала значит какие-то свои еще моменты что вот надо что-то себе сейчас приготовить и так далее далее показывает ошейник как мы с вами предполагали но правда лена сказала что пока отзывы по ошейнику она оставить не может потому что еще толком не определилась с этим ошейником вы знаете я вот смотрю на собак джерри но такая лапочка ну да неуправляемая собака потому что ее никто не воспитывает никто ее воспитанием не занимается но такая лапочка но везде бегает за леной вот прям за леной куда-то туда и собака прямо за ней за ней за ней за ней далее лена озвучила что уже три часа дня а лёвик так и не выходил ни разу из своей комнаты правда лен начинает говорить о том что просыпается он где-то в 11 часов но вот до трех он они выходит вообще вот ребят представляете то есть не помыться толком там не выйти там не воздухом подышать не переодеться не как-то привести себя в порядок да то есть ну как вот как вот это вот вообще возможно как можно целыми днями жить в доме да вообще жить в доме и не пользоваться тем что есть двор есть возможность выйти да опять же во двор подышать свежим воздухом насладиться погодой природой боже сели в эти коморки залезли закрылись и еще по полдня оттуда не вылезает но правда лена вспомнила сказала о том что вот он говорит не может завтракать говорит вот он мне и говорит мама я завтракать совсем не хочу но с другой стороны ребят я почему то думаю что если бы лена настояла да и если бы она сама приходила там возможно но вот она же рассказывала про леву что лёва сам никогда к холодильнику не подойдет и никогда себе еду не положит даже из холодильника просто даже элементарно холодильник не откроет может быть если бы она ему делала какой-нибудь завтрак возможно он с превеликим удовольствием и ел бы этот завтрак, да, а так то, что он сам не выходит, так он и не выходит, а если он до вечера не будет выходить, и потом будет падать в голодные обмороки, как это уже практически было, да, то есть Лена как-то настолько спокойно к этому ко всему относится, ну, не вышло, ладно, что там у него происходит, вообще непонятно, главное, чтобы Лене никто не мешал. Далее, далее, кстати, у Катюшки нашли новые наволочки, и Лена предложила Кате вместе с ней как раз-таки эти наволочки надеть, друзья мои, на подушки. Вы знаете, все прекрасно и все хорошо, хотелось бы, чтобы еще нашелся какой-нибудь комплект постельного белья, да, и чтобы можно было постелить простынь, нормальную, человеческую, которую стирают, по крайней мере, постоянно, да, какой-нибудь пододеяльник, чтобы дети спали, как нормальные дети, а не так, как они спят с какими-то одеялами, на которых там уже перевалялись все коты, все собаки, все на свете, и все это, конечно, стирается значительно реже. Ну, а далее, далее, значит, наблюдая за котом Просека, мне тут стало так смешно, Лена говорит, ой, ну, говорит, развалился, ну, говорит, у него тут и релакс. Ты что, говорит, надышался Просека? Да, Лен, наверное, чьими-то парами Просека надышался твой кот Просека, вот такое масло масляное, но мне на самом деле стало смешно. Далее Лена отправилась за Машей, и говорит, наверное, сегодня я не успею смонтировать ролик, наверное, ничего не получится. Ну, и обещает нам, что непременно скоро расскажет новости про школу. Хочется мне сказать следующее. Свяжу предание довериться с трудом. Мы все ждем новости про Вову, новости про расставание, но так никак дождаться не можем. Далее приехала Маша, ест, как всегда стоя, по доброй традиции, тут же кот ходит вокруг еды, тут же Маша гладит кота, потом берет еду, кладет себе в рот, тут же берет, значит, гладит собак руками, которые вот в надежде на то, чтобы рядом присели, получить какой-нибудь лакомый кусочек, тут же дрессирует этих собак. У Маши, кстати, получается очень хорошо. Собаки, да, собаки абсолютно нормальные, адекватные, Машу слушают, то есть к ним немножечко, немножечко каких-то усилий приложить, и собаки будут очень даже вполне себе воспитанные, да. Ну, в общем, Лене это тоже ничего не надо. И тут же Маша, значит, кормит собак, тут же их гладит, тут же потом опять руками берет еду, короче, это что-то с чем-то. Ну, а Лена радуется, радуется, что все-таки случилось чудо, друзья мои, и у нее получилось сделать ролик, его смонтировать. Вот, знаете, честно, мне вот даже вот немножко становится смешно, глядя на то, как блогеры рассказывают о том, какой это великий труд сделать, смонтировать аж целый ролик. Блин, да у тебя практически все снимается одним единым кадром, да, за исключением того, что ты склепала все это с разных дней, с разного времени, да, что-то там с утра, что-то с обеда, что-то с вечера, что-то со следующего дня, все, вот ты его собрала, как говорится, как пазл, и все. На это много времени не уходит, но блогеры так любят рассказывать о том, как они тяжело работают, как тяжело им дается вот этот вот ролик, да, хочется сказать, блин, но если так тяжело, наверное, все-таки надо идти тогда работать куда-нибудь на другую работу. Ну, в общем, ладно, смонтировала, сделала, рассказала о том, что у Маши уже больше нет сил, Маша уже ослабла, собиралась Маша отправиться к друзьям, да, вот не к молодому человеку, а все время почему-то к каким-то друзьям, которых на самом деле толком никто никогда не видел, да, кроме вот детей, их общих друзей. Так вот, ну, в общем, в итоге к друзьям Маша не поехала, пошла спать, Лена сказала, значит, мне получается идти выгуливать собаку. Хорошая новость у Лёвы, Лёва сдал тест, сдал на хороший балл, все счастливы, все довольны, в комментариях у Лены все там поздравляют Лёву, Лёва молодец и так далее. Ну, а Лена сказала о том, что обязательно, обязательно потом все расскажет, сказала, что вот расскажет про изменения в школе, про то, что происходит в школе, расскажет, что обязательно, да, скажет, говорит и про буллинг, говорит, в школе там тоже начала рассказывать, у старших детей. Она говорит, да, буллинг был у них и в России, и в Америке, и так далее, и говорит, даже у меня, говорит, при царе Горохе, когда я училась, тоже был буллинг в школе. В общем, Лена собрала все в кучу и сказала, что обязательно, непременно, все интересное нам расскажет. Когда-нибудь, друзья мои, в следующей жизни, да, Лена нам обязательно что-нибудь расскажет. Рассказала о том, что детям больше всего нравится учиться в Америке, нежели в России и так далее. Ну, в общем, все как обычно, ничего, собственно, нового. Ну, а я читаю комментарии, ребят, на канале у Лены, вот буквально несколько, которые прямо, знаете, меня прям так зацепили. Кто-то написал, ни стыда, ни совести, машины у матери отобрали, бессовестные тёлки. Ну, это так, к слову, да, как обзывают её старших дочерей на её же, на Ленином канале. Лена, ты там вот рассказываешь про каких-то комментаторов, про какие-то там нехорошие комментарии. Я так понимаю, ты видишь только негатив, в который направлен в твою сторону. Но ты почему-то спокойно относишься к тому, как называют и обзывают на твоём же канале твоих же детей. В том числе и тех девчонок, которые уже совершеннолетние, да, но это же твои дети. Неужели тебе самой приятно читать комментарий, да, машины у матери отобрали, во-первых, они их не сами отобрали, да, во-вторых, значит, им эти машины нужнее, если Лена сидит дома целыми днями и выезжает раз в пятилетку куда-нибудь. Но когда называют твоих детей бессовестные тёлки и смеющийся смайл, ну, я не знаю, мне кажется, любая нормальная мать как-то бы отреагировала, либо сказала бы в ролике, что если будет такая ситуация, да, если будете себе позволять оскорблять моих детей, то сразу же отправитесь в бан, да, либо взяла бы тут же бы заблокировала и так далее. Но нет, ребят, никакой реакции, никакой реакции от слова совсем. То есть, как я и говорила, да, нельзя проходиться только по святой Елене, а вот по детям Лена по своим позволяет проходиться. Ну, а кто-то пишет, а с мужем мириться или нет, это решать, Лена, только вам. Какие молодцы. Какие, я смотрю, молодцы Ленины обожатели. Вот все-таки, знаете, чужую беду рукой разведу. Я что хочу сказать-то по этому поводу. А вы не думали, в смысле, только вам решать, только ей решать. Это она приняла решение по ее словам расстаться с мужем. А вы не думали, что ее муж на нее обиделся и послал ее лесом, да, и больше вообще о ней знать не желают. А вы не считаете, обожатели Лены, что и муж тоже, его слово тоже имеет какое-то значение. Видимо, нет. Они считают, что Лена захотела сегодня, рассталась с Вовиком, завтра захочет, да, сойтись, пожалуйста, сойдется. Но я, вы знаете, ребят, посмотрев сегодня на Лену, на то, как она ходила, веселилась, смеялась, сияла, как начищенный самовар, могу вам сказать точно, вот даже близко не пахнет тем, что они с Вовиком расстались. Вот нисколько от слова совсем. И вот действительно, вы знаете, могу поверить в то, что и правда, Вовик очень много сейчас разъезжает по штату, да, у него такая работа, и возможно, действительно, ну, не то, что это гостевой брак, но просто у них, так скажем, немножечко все, возможно, изменилось. Ну, никак не скажешь про Лену, что она действительно разошлась с мужем, что для нее действительно это какая-то самая настоящая трагедия. Но опять же, конечно, не стоит забывать, что она сама рассталась, как она говорила. Но она счастливая, все у нее хорошо, и все у нее прекрасно. И вы знаете, складывается такое стойкое впечатление, что, конечно, он там, только где-то его прячут за кадром, да, даже когда показывают Ленину спальню, то не показывают Вовиных вещей, то это еще что-нибудь, еще что-нибудь. Кто-то из зрителей пишет, что вот вроде как и голос там его иногда слышно, да, хотя очень похож. Кстати, ребят, голос у Левы с голосом Вова очень похожи. И несколько раз, когда я вот слушала ролики, да, блин, вот реально Лева говорит, такое впечатление, что это Вова говорит, но у них очень похожи голоса. Да, все может быть. И опять же, ну вот, ну так выглядит, она выглядит как всегда. Выглядит просто как всегда. Все у нее хорошо, все прекрасно, у детей тоже все хорошо, все прекрасно. Никто не говорит про какие-то проблемы, про то, что распалась семья, разом ее перечеркнули, и все, да, 25 лет совместной жизни. Лена пытается нам придумать какой-то контент, да, я вот вам потом расскажу про школу. Да ты, блин, про расставание расскажи что-нибудь. У тебя зрители просят каждый раз, но Лена словно никого не видит, никого не слышит, друзья мои. А Вовик в этот момент, наверное, прячется за кадром, поедает Ленкин борщ, поедает Леночкину мостову, ну и другие Леночкины очередные кулинарные шедевры. Ну, а обожатели Леночки продолжают написывать на канале Галинки-малинки, а покажи себя, а покажи себя, а давай покажи себя, а давай покажи себя. Мне очень понравился сегодня ответ моего зрителя, который написал, так она вам себя покажет, а еще вы обзавидуетесь, вы же всегда, всегда всех обвиняете в зависти, ребят, так оно и есть, но точно ненормальное. Друзья мои, вот такой у меня получился обзор, пишите, что вы думаете по этому поводу, оставляйте свои комментарии. Всех целую, обнимаю, всем пока-пока, и, конечно же, до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok